Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И наконец-то это случилось! Реворк World of Tanks, патч 1.0. Ну а я, как игрок со стажем, не смог обойти эту тему стороной. Ссылочку с тестовым клиентом я оставлю в описании. Ну а сегодня я расскажу вам об изменениях World of Tanks 1.0. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Так что переходим к изменениям. Безусловно, первое, что бросается в глаза, это новая графика. World of Tanks был полностью перенесён на новый движок Core с полной поддержкой DirectX 11. В свою очередь, это позволило добиться отличной оптимизации даже на ультра-настройках. Но у меня возник резонный вопрос, справится ли мой компьютер с ультра-настройками. И да, на моё удивление, компьютер выдавал максимальные 72 фпс практически постоянно. В этот раз Wargaming действительно достойны похвалы. Давайте узнаем, что же конкретно изменилось в визуализации. Полностью поменялось освещение. Солнце теперь действительно светит, а объекты отбрасывают настоящие тени. Причём это касается даже маленьких деталей, типа травы. Полностью переработали все строения. Теперь дома и строения по-настоящему подчёркивают антураж карты. Некоторые места я даже перестал узнавать. В общем, теперь дома смотрятся добротно и красиво. Полностью перерисовали траву и растительность. Деревья теперь колышутся на ветру, а трава проминается, если по ней проехать. Также кусты теперь реагируют на выстрелы. Тут тоже всё стало офигенно и очень реалистично. Изменения коснулись и воды. Волны теперь очень реалистично подбиваются к берегу. А по пляжу даже радисту хочется погулять. Свершилось! Наконец-то добавили хавок. Теперь объекты разлетаются в разные стороны перед вашим танком. За этим удовольствием даже я сам провёл 5 минут реального боя. В общем, все ждали этого 5 лет и наконец-то дождались. Добавлены эффекты загрязнения, запыления и намокания. Теперь если покататься какое-то время в воде, ваш танк намокнет, а через какое-то время высохнет. То же самое касается пустынь и снежных карт. Доработали систему подвески танка. Теперь она более реалистично показывает преодоление различных препятствий. Изменению подверглась даже красная линия. Теперь визуально можно настроить, как она будет отображаться, либо не отображаться совсем. Смотрится очень круто, даже не портит атмосферу в новой графике. Одно из моих самых любимых новых изменений в игре – это следы. Теперь после танков остаются офигенные следы гусениц. Смотрится очень реалистично и очень добавляет атмосферу. Также переработали систему отображения танка в воде. Теперь вода реагирует на танк как надо, расходится волнами, полностью покрывает его. В общем, ещё один плюс в сторону реализма. Также в игре полностью переработали выстрелы. Теперь сразу понятно, где пролетел фугасный, а где кумулятивный снаряд. Плюс добавили новые следы от попаданий. Ну и последнее, чем я хочу сказать – это новый ангар. Теперь мы располагаемся в лесу на какой-то базе. Сделан он очень красиво, очень красивое освещение, всё вокруг шевелится. Даже добавили солдатиков, которые занимаются своими делами. Ну а теперь настало время показать вам изменения в картах. Я не хочу разрушать интриги, поэтому просто покажу скриншоты. Продолжение следует... Продолжение следует... Уверен, что большинство карт вы даже не узнали. Но вживую они выглядят даже круче, чем на картинках. Также будет возвращена карта Аверлорд, тоже полностью в HD. И была добавлена новая карта Штиль. К сожалению, попасть я на неё так и не смог. Но визуально она выглядит очень круто. Также хочется сказать немного и о звуке. Была изменена музыка на загрузочном экране карты. А также добавили три новых завершающих темы для экрана результатов боя с победой и ничьёю и поражением. Переработали также полностью все звуки окружения и природы. Теперь в зависимости от карты окружение будет звучать по-разному. Также изменились звук полёта снаряда. Теперь не только визуально, но и по звуку можно различать тип снаряда. Ну и стоит сказать о музыке. Как заявляется на сайте, суммарно создано более 180 композиций. Теперь музыка будет подстраиваться под бой. Она будет меняться в зависимости от того, что происходит. Бой идёт к победе или к поражению. В общем, тоже очень атмосферное и интересное изменение. Подытожив, хотел бы сказать, что игра переживает положительные изменения. Лично у меня проснулся лютый интерес продолжать играть. В этот раз будет очень сложно придраться к разработчикам, потому что они действительно постарались. Но впечатлений у меня хватит точно на несколько месяцев вперёд. Что ж, осталось дело за малым и дождаться пока изменения запустят на лайф сервера. Ну а тем, кому не терпится, можете скачать тестовый сервер. Напомню, что оставил в описании ссылочку. Ну а на этом всё, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте поддержать лайком. И всем пока!